10 июня текущего года школа номер один отмечает свой столетний юбилей. На протяжении всего учебного года в стенах школы проходили встречи выпускников, которые посвятили себя той или иной сфере деятельности. 10 июня, конечно, мы их всех ждем в гости, и будет большая программа, но, может быть, не получится вот такого вот общения. Цель-то наша – пообщаться вот за таким круглым столом, повспоминать школу. Мы пригласили сегодня ветеранов педагогического труда, что как они учились, значит, с кем дружили, как пришли к такой профессии. То есть наша задача, как педагогического коллектива, – собирать вот эту историю, потому что, к сожалению, с каждым годом у нас уже некоторых выпусков, вот, например, как Клавдия Михайловна сегодня пришла, Румянцева, она говорит, я, наверное, одна осталась из выпуска. Поэтому наша задача – вот сохранить вот эти все воспоминания наших выпускников для будущих поколений. Все-таки 100-летие – это очень знаменательная дата. Совсем недавно была организована встреча выпускников, которые нашли свое призвание в сфере здравоохранения. Атмосфера тепла и уюта, добра и воспоминаний царила в этот прекрасный вечер. Как и много лет назад, выпускники переступили порог родной школы, чтобы встретиться со своими школьными друзьями, учителями, чтобы на короткое время встречи вернуться в незабываемые школьные годы. К сожалению, конечно, сегодня нас будет немного, потому что вот выпускники, кто работает в Ярославле, в Москве, наш знаменитый доктор, они вот отзвонились, и они, конечно, приехать не могут, потому что кто-то с ночной смены, потому что с дежурства. Но даже вот пусть, если нас собралось совсем немного, мы считаем, что это все равно очень важно и нужно. Сегодня у нас стало уже доброй традицией канун такого знаменательного события, как 100-летие со дня рождения школы проводить встречи с выпускниками. И мы встречались с нашими дорогими выпускниками, которые посвятили свою жизнь образованию, с учителями, с воспитателями, все, кто, значит, работал или работает с нашими дорогими ветеранами педагогического труда, которые сегодня вновь с нами здесь. Мы встречались уже с выпускниками, которые посвятили свою жизнь спорту. Тоже была очень интересна у нас такая встреча. А сегодня мы планируем провести с вами очень интересную встречу с выпускниками, теми, кто посвятил свою жизнь работе в здравоохранении. Не важно, врач это, медсестра или это фармацент, но человек, который посвятил себя такому благородному делу, как все-таки здоровье, следить за здоровьем нас всех. Мы вам всем очень обязаны, мы вас всех очень любим, мы от вас очень зависим всегда, идем к вам всегда с надеждой, потому что здоровье – это самое главное. На таких мероприятиях за круглым столом интересно посидеть и вспомнить школьные годы и узнать, как сложилась у каждого жизнь. Школу – это я только три года училась. Я в свою жизнь начала учиться в 1942 году. Это школа номер 4, ну ее и нет, и никто не знает, и увидел ее, и уже и снесли в таблице. У меня была на всю жизнь, напомню, учиться в военные годы, 42-й год. Но дети – это очень тяжелый и голодный год, тем более, что всех забрали, мужчин всех забрали. Вот была Надежда Васильевна Пухова, моя учительница первой, в 4-й школе. Ну если бы, я всегда стекло и сердце вспоминаю эти годы и этого человека. А Нурна Александровна Дружинина, ну может быть, кто-то и знает, была директором этой школы. Вот за прекраснейших человек, которые остались у меня в памяти с тех далеких военных лет. И если бы, я говорю всегда, Надежда Васильевна, да, как же мы могли бы и выжить? Потому что у нас были уроки труда специальных. Ну она немножко так неплохо жила, у нее не было в то время детей, и поэтому для нее были дети мы. Спасибо. И поэтому уроки домоводства, как она всегда нам говорила, домоводство проводилось каждый день. Приносила из дома капусту, морковки, свеклу. Ну если имела какую-то возможность, какие-то мясные продукты, то да. И поэтому мы там всегда, говорю, да, муку, пекли блины, что-то такое, картошку варили и этим делом питались. В общем, у нас не было ничего такого, чтобы нас в школе подпитывали. Только уже к 45-му году, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, нам стали выпекать булочки. А во время войны булочек никаких не было. Ну а вот когда я сюда пришла, в эту школу, да, и второй золотой человек в моей жизни, в школьной, это Нина Александровна Гладчикова-Сизова. Директор школы Алла Дубровина на встрече просила всех выпускников написать свои воспоминания о школе, об учителях, поделиться фотографиями школьных лет. Воспитывая подрастающее поколение, мы прежде всего его воспитываем на истории своей школы. Первая школа на протяжении всех лет ее существования является кузницей высочайшего мастерства и профессионализма. Среди выпускников школы люди разных профессий – врачи, учителя, художники, музыканты, высококвалифицированные рабочие и многие-многие другие, рассказала присутствующим Алла Николаевна. Все первые лица и вся больница – это наши. Это наши. Мы гордимся своими всегда выпускниками. Нам очень приятно. Я, когда начинаю называть фамилии, все так удивляются и говорят, да, и это из первой школы, и это из первой школы. Говорю, да, первая школа. А еще первую школу называют кузницей кадров. То, что из первой школы, очень много у нас руководителей в городе, начиная с нашего мэра и многих-многих других структур, мы видим, что действительно, и опять выпускники первой школы, и мы всегда, и на родительских собраниях, и на любых встречах, и где бы мы ни выступали, мы подчеркиваем, мы гордимся своими выпускниками. Так что самые теплые воспоминания, конечно, и быстро пролетевших. Очень жаль, поэтому берегите каждое улыбение, каждую минуту, каждый день. Радуйтесь.